Глава города провел рабочее совещание с застройщиками коттеджных поселков. Главной темой обсуждения стало обустройство этих территорий социальной инфраструктурой. Напомним, в 2012 году администрации города было принято решение отдать юго-западную часть магнитки под застройку малоэтажными жилыми комплексами. Толчком стала бешеная популярность подобного жилья у населения. Сегодня таких поселков запроектировано уже семь. Три из них построены. Однако детскими садами и школами они до сих пор не обеспечены. Подобная встреча далеко не первая. Застройщики уже обращались к главе города с просьбой пересмотреть нормативы доступности образовательных учреждений. Располагать их на расстоянии 300 метров целесообразно скорее не для коттеджных, а для многоэтажных застроек с большой плотностью населения. Мы еще раз посмотрели. И, конечно, в таком количестве детских учреждений, да и школ, у нас нет необходимости строить в этих микрорайонах. После подсчета предполагаемого количества жителей всех семи поселков было определено, что для обеспечения потребностей населения будет достаточно 9 детских садов вместо требуемых по нормативам 13 и 4 школ вместо положенных 6. В результате губернатору области было отправлено письмо с просьбой оказать содействие в изменении нормативов. Отличное решение, мы его все ждали. Однако главный вопрос этой встречи – само строительство соцобъектов – не был воспринят так же радужно. Застройщики открыто заявили, им это не по карману, поскольку нынешняя низкая стоимость квадратного метра свела на нет объемы всего строительства, сократив их на две трети. Что касается нашего участия в социальной инфраструктуре, конечно, эти земли выделили, мы их оставим, а не передадим их в муниципальную собственность безвозмездно. Ну, в крайней мере, я говорю о том, что мы передадим их безвозмездно, подведем туда сети коммуникации, дороги и так далее. То есть мы всю инфраструктуру сделаем для этих садиков и школ. Учитывая, что законодательство сегодня не предусматривает строительство соцобъектов за счет средств застройщика, это может быть сделано только по доброй воле, власти города предложили собравшимся альтернативный вариант, а именно – проинвестировать строительство садов и школ с условием, что затем эти учреждения будут выкуплены в муниципальную собственность. Это предложение было принято, после чего стороны договорились встретиться еще раз, чтобы детально проработать документ соглашения по развитию территорий. Это ВИН.